У нас много молодых ребят, которые только пришли в команду, им нужен опыт, обыграться. С прошлого года у нас ребята ушли более опытные, а новых пока не поступило, поэтому так тяжело бороться с более опытной командой. Очень тяжело будет, команда Днепра в этом году очень сильная, хорошие игроки у них, они будут за медали бороться, поэтому нам с ними тяжело будет. В первую очередь остаться в Суперлиге, набираться опыта, чтобы в дальнейшем конкурировать с более сильными командами. В первую очередь мы, можно сказать, более домашняя команда, в своем зале мы намного лучше играем, но в этом году наш зал не подошел по критериям Федерации волейбола, и у нас большинство туров будет на выезде. Ну, будет сложнее, да, но ничего, наоборот, мы сильнее станем только. Неплохой матч, первый, пока еще вкатываемся, полностью не почувствовали свою игру, но, в принципе, сыграли ровненько, без каких-то спадов, поэтому, в принципе, можно сказать, что доволен. Подача, в принципе, у нас еще более-менее полетела, на блоке сыграли организованно, в защите мячи подтащили, вот, наверное, из-за этого и выиграли. Они начали чуть раньше в зале тренироваться, и поэтому были больше готовы, наверное, к первым играм. Ну, я думаю, будет интересная игра. Ну, у нас, по-перше, команда очень молодая, одна, наверное, в этом году в чемпионате будет одна из немолодших гравцов команды, потому что, в основном, два гравца пошли от нашей команды, и пришли более молодые, мало-досвеченые, и поэтому такой результат. Хотелось, конечно, лучше, ну, наше завдание – нагреваться, нагреваться, нагреваться. Я думаю, что через несколько месяцев команда будет выглядеть по-другому. Команда финансируется за счет области и города, и этих денег на данный момент, чтобы взять в команду, не хватает. Поэтому мы выполняем свою команду місцевыми гравцами из США, где-то из ближних мест, возможно, из области, поэтому такая причина. У нас начались сборы в городе Чернигове, мы тренировались над физической подготовкой практически весь серпень месяц. На піску працювали, плавали, бегали, стрибали, то есть, поднимали физические качества. А десь 20-го серпня зашли в зал и начали працювать с мячами. На данный момент, что сегодня показалось то, что за этот час напрацювали на сборах и в зал. Планували, взагалі, провести турнир у нас, каждый рік проводился традиционный турнир до Дем-Места, но с тем, что календарь соревнований был немного изменен, в связи с тем, что команда из Ивана Франківска снялася, и поэтому там другие команды тоже не смогли приехать. И мы с Житомиром договорились, они до нас приехали. Мы сыграли две игры. В первый день мы пять партій сыграли, програли, а на следующий день четыре партії сыграли, одну взяли. То есть и хлопцы там, ну, показывали досить непоганый результат. Дивляться, скажу, по другим командам, то наша команда одна из самых молодых, как я уже сказал. Ну, и с этим складом, ну, будем бороться, скорее всего, за выживание, но задачу поставили – попасть в шистку. Я же говорю, если хлопцы будут хорошо работать, как работали, в этот час работают, то, я думаю, что, возможно, в шистку мы попадем. Первые всегда игры волнительные, поэтому старт, он всегда есть старт. Но то, что мы выиграли, это благодаря командным действиям, благодаря тому, что долго подготавливались и работали над… Ну, есть еще ряд вопросов и ошибок, естественно, там, и моментов игровых, поэтому мы не прекращаем над этим работать. Но то, что выиграли 3-0, это, естественно, успех. Команда «Буревестник» всегда была крепким орешком, всегда, невзирая там на тех игроков, которые у них там есть и были. Это всегда непредсказуемая команда, и мы, естественно, готовились на серьезный бой. То, что получилось относительно легко, но я не могу сказать, что это легко. Есть, скажем так, я еще раз вернусь к нашим моментам, те, которых мы сами там не можем доработать, поэтому будем трудиться. Подбор команды «Решетиловки» в этом году очень серьезный. Команда хорошо укомплектована, хороший тренерский состав, хороший подбор игроков. Естественно, мы будем готовиться на максимуме, естественно, придумаем ряд игровых сюрпризов для них. Мы, кстати, уже там приготовили небольшие, поэтому пускай они готовятся, а мы будем играть на том уровне, в котором мы сейчас находимся. Ну, а завтра посмотрим, кто сильнее.